В соревновательный спорт играют на поле в 5,5 дюймов, которое находится у вас между ушами. Бобби Джонс, американский гольфист. 7 июня 2016 года Министерство спорта Российской Федерации издало приказ о включении компьютерного спорта в реестр официальных видов спорта России. Тогда многие спортивные журналисты и комментаторы выступили против признания киберспорта официальным спортом. Так в эфире главного спортивного телеканала страны прошло обсуждение за и против киберспорта, где сторону профессионального гейминга отставил капитан российской команды по Counter-Strike Дмитрий Богданов, а против киберспорта высказывался популярный ведущий Александр Шмурнов. Спорт это когда люди что-то делают. Я конечно понимаю, есть дети, у них мелкая моторика, нужно нажимать на кнопочки. Я вас поздравляю, что вы прекрасно развиваете эту мелкую моторику. Надо подрасти немножко. Я считаю, что неправильно так говорить про людей, которых вы не знаете, и говорить о том, о чем вы не разбираетесь. Во всем мире миллионы людей играют в компьютерные игры, зарабатывают на этом, играют их дети, выросло уже новое поколение. Ну очень дурно. Позже своего коллегу поддержал в соцсетях комментатор Георгий Черданцев. Ты еще одну составляющую спорта не указал – психология. Когда не работает атлетика, когда не приходит на помощь интеллект, исход решает психология. А она проявляется только в противостоянии с живым соперником. Другой не менее известный футбольный комментатор Василий Уткин также высказался против проведения киберспортивных турниров. Потому что игра – это конечно не спорт. Это игра, но это не спорт. Нельзя любое состязание называть спортом. Ведь можно же соревноваться, допустим, в том, кто больше сможет за ночь, например. Это будет спортом? Ну в своем роде да, но это в переносном смысле. И вот уже в 2024 году в Казани проводятся международные игры будущего, где участники одинаково соревнуются как в компьютерном спорте, так и в традиционном. Тем самым победа на цифровой арене приравнивается к победе на реальном ринге. Игры будущего – наш дар мировой спортивной семье. Но как вообще получилось, что игра в компьютер стала считаться спортом? Как зарождался и развивался профессиональный гейминг? Стоит ли обществу поддерживать и развивать компьютерный спорт, как и другие виды спорта? В этом фильме мы попробуем разобраться, что такое киберспорт и стоит ли его воспринимать как серьезный спорт. И начнем мы, конечно же, со стоков. Впервые идея провести соревнования по видеоиграм пришла в голову сотрудникам Стэнфордского университета в 1972 году. Турнир назывался «Межгалактическая олимпиада по Space War», где двое игроков управляют космическими кораблями, летают в невесомости, маневрируют между звездами и перестреливаются торпедами. Призовой фонд турнира представлял из себя годовую подписку на журнал Rolling Stone, а всем участникам раздавали бесплатное пиво. На Межгалактической олимпиаде приняло участие 24 человека. Однако этот турнир запустил целую серию локальных чемпионатов среди других университетов и разработчиков игр. В России же прародителями киберспорта принято считать игровые автоматы, где люди по очереди соревновались, кто наберет больше очков. Позже появились первые приставки с двумя джойстиками. Теперь два игрока могли играть одновременно друг с другом. В 1996 году в Москве проходит первый крупный турнир по игре Killer Instinct, где приняли участие 2000 человек. Примерно в то же время появляется Doom. Первый в мире шутер, где с помощью локальной сети можно было сражаться не с компьютером, а с реальным человеком. Впервые люди могли играть друг с другом не на приставках, а на своих компьютерах. И хотя Doom оказал значительное влияние на развитие жанра, массовых турниров по этой игре не проводилось. Позже на свет появился Quake, где разработчики намеренно сделали упор на онлайн режим, то есть игры при помощи интернета. А значит по всему миру стали появляться десятки серверов для совместной игры. Помимо этого повсеместно открывались и компьютерные клубы. Игрокам не надо было покупать дорогой компьютер. Достаточно было внести небольшую плату. Теперь игра по сети стала доступна всем желающим. Таким образом по Quake проводится множество турниров, а в 1997 году победитель чемпионата Quake Red Anniation выиграл Ferrari. Так зародился киберспорт. Причем именно на персональных компьютерах, а не приставках или игровых автоматах, как это было раньше. Благодаря успеху Quake, киберспорт быстро набирает популярность. Появляются команды и даже целые организации. Выпускаются игры с сетевым режимом, которые впоследствии станут культовыми. Команды из России начинают участвовать в международных турнирах, уверенно выигрывая и занимая призовые места, тем самым утверждаясь на мировой арене киберспорта. А 25 июля 2001 года Россия стала первой в мире страной, признавшей киберспорт официальным видом спорта. Да, именно в 2001 году впервые в мире киберспорт был признан спортом. Однако в июле 2006 года он был исключен из Всероссийского реестра видов спорта за несоответствие необходимым критериям. Со временем компьютеры становятся все более доступны для людей, а значит растет и аудитория, сам же спорт стал обрастать деньгами, рекламодателями, крупными и распиаренными турнирами. К концу нулевых в компьютерном спорте появляется новый жанр боевой арены – моба. Многопользовательская карта для Warcraft 3 под названием Defense of the Ancients, сокращенно Dota, стала настолько популярной, что по ней проводились отдельные турниры. Затем компания Valve выпустила Dota 2, а Riot Games выпустили Лигу Легенд. Важнейшим этапом в популяризации киберспорта стал первый турнир The International с рекордным на то время призовым фондом в 1 миллион долларов. И несмотря на популярность турниров по Quake или Counter-Strike, именно после The International большинство людей стали воспринимать киберспорт как что-то серьезное. И вот проходит каких-то 5 лет, и киберспорт в России снова признают спортом. Телеканал Матч ТВ и киберспортивный холдинг S-Force объявляют о стратегическом партнерстве. Основная задача – трансляция киберспорта на телеэкранах страны, чтобы новая спортивная дисциплина могла на равных конкурировать за зрителя с общепризнанными видами спорта. Футбольные клубы и университеты организовывают свои киберспортивные команды. Открывается даже факультет киберспорта. Выпускаются фильмы и сериалы. Российские команды участвуют и побеждают в международных турнирах, с чем их поздравлял сам президент. Да что уж там говорить, даже церковь благоприятствует киберспорту. Но стоит ли поддерживать киберспорт как вид спорта? Какую пользу он может принести обществу? Почему большинство людей до сих пор не считают гейминг настоящим спортом? Давайте же рассмотрим основные аргументы за и против и выясним, так ли киберспорт популярен и развит на сегодняшний день. При обсуждении киберспорта как виды спорта всегда звучит ряд доводов в пользу гейминга и против. Наиболее популярным аргументом против признания киберспорта является утверждение, что настоящий спорт – это физическая активность, движение, работа мышц, полезная для здоровья, как физического, так и ментального. Также спорт помогает расти и развиваться детям, укрепляя тело и формируя их психику. В киберспорте люди часами сидят за компьютером, из-за чего портится зрение, возникают проблемы с позвоночником и прочее. И если это занятие воспринимать и поддерживать как спорт, то значит будет и больше детей, предпочитающих такой спорт, подвижным и развивающим играм. Ведь яркий и захватывающий мир видеоигр для детей оказывается намного интереснее улицы. Однако суждение о том, что киберспортсмены безвылазно сидят за компьютером, ошибочно. В любой профессиональной команде обязательными являются и физические тренировки в зале. Сидя 8 часов за компьютером, вы не сможете хорошо работать, если у вас не будет нормальной жизненной силы и тонуса, правильно? Поэтому для того, чтобы ваша продолжительность увеличивалась, вы должны заниматься реальным спортом, что и делают профессиональные киберспортсмены. Но тем не менее, большинство людей считает, что раз участники соревнуются, сидя в удобных креслах, то это не настоящий спорт. На такое заявление обычно следует контраргумент. А как же шахматы? Ведь и там, и там игроки сидят за столом. Оба разрабатывают стратегию. Имеют одну цель и одни и те же начальные ресурсы. И в итоге побеждает тот, кто смог стратегически переиграть оппонента. Только в киберспорте нужна еще и хорошая реакция. Или тот же бильярд, где тоже есть стратегия и планирование, а вся физическая активность заключается в ловком и умелом движении рукой. Кроме того, плюсом интеллектуальных видов спорта является минимальный риск травм и перегрузок организма. Ведь как много спортсменов расплачиваются здоровьем ради медалей. В прошлом году карьеру завершил чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Икер Касильес. Инфаркт в 37 лет прямо на тренировке. 20-летний футболист Аякса Абдельхак Нури рухнул на поле во время товарищеского матча. Дефибриллятор, скорая прямо на поле, медицинский вертолет, год искусственной комы. О возвращении в спорт речи уже не идет. 11 лет назад у восходящей звезды российского хоккея 19-летнего Алексея Черепанова во время матча случился сердечный приступ. Врачи Витязя и Авангарда пытались спасти хоккеиста. Инцидент произошел в конце матча. Дежурная скорая уехала с арены, а когда вернулась, в ней не было дефибриллятора. Черепанов скончался в больнице. Дежурная скорая уехала с арены, а когда вернулась, в ней не было дефибриллятора. Дежурная скорая уехала с арены, а в ней не было дефибриллятора. Чемпион Также в киберспорте результаты не зависят от генетики спортсмена или расовой принадлежности. Например, негроиды доминируют в беге и прыжках, европеоиды лидируют в плавании, велоспорте и зимних видах спорта, а монголоиды не имеют себе равных в настольном теннисе, прыжках в воду, бадминтоне, шортреке. И все это благодаря особенностям антропрометрии, свойственных каждой расе. В киберспорте же раса или этническая принадлежность не дает никакого заметного преимущества. Однако почему-то считается, что для детей полезнее увлекаться шахматами, а не компьютерными стрелялками. Возможно, это связано с тем, что шахматы приучают к длительному анализу, критическому мышлению и долгой концентрации внимания, тогда как компьютерные игры отличаются броской динамичностью, требующей мгновенных действий. Кроме того, шахматы представляют из себя лишь отдаленную модель боевого столкновения, тогда как большинство компьютерных игр демонстрируют жестокость и насилие максимально реалистично и зрелищно. В этом заключается еще один популярный аргумент противников киберспорта. Какое влияние на психику оказывает такая демонстрация крови, убийств, насилия и жестокости? Дальше я начинаю заниматься разрушением, когда я стреляю в монстров, я сам становлюсь отчасти монстром. Однако возникает другой вопрос. А как тогда насчет ММА и UFC? Неужели это нормально транслировать такое по телевизору? Неужели психику не искажают сцены, где лежачего бьют по голове, выламывают руки и ноги, а ринг залит кровью? Кто-то скажет, но ведь это же боевое искусство. Что же теперь запрещать бокс, карате и дзюдо? Но согласитесь, что есть разница между этим и этим. И здесь стоит заметить, что спорт помимо развития физических данных, выполняет еще и воспитательную функцию. Закаляя характер, укрепляя стрессоустойчивость и развивая волевые качества. Я сегодня проиграл, но завтра, может быть, выиграю, а может быть и нет, но я все равно не буду сдаваться. Для детей же тренер зачастую заменяет родителя, приучая к дисциплине, самоконтролю, стойкости, уважению к сопернику, а также прививает нормы поведения. За каждое грубое слово на тяжелой атлетике приходилось отжиматься. Почему за слово «блин» отжиматься? Это ж не матерное, возмущались мы. «Ребята», — отвечал нам тренер, — «давайте не будем. Мы прекрасно понимаем, какое слово вы заменяете этим своим «блин». Тогда как киберспорт более лоялен в таких вопросах. Все хуже и хуже становится... Ну что уж говорить, и в традиционном спорте все чаще встречаются подобные. Таким образом, можно сказать, что киберспорт не приносит пользу обществу, ведь он не развивает человека ни духовно, ни физически. Но тут стоит сделать важное замечание. На сегодняшний день большой спорт с его допингом, кучей научных методик, миллионными рекламными контрактами, скандалами ради пиара уже давно утратил цель создания физически и ментально здорового населения. Важно отметить, что спорт и физкультура — это разные понятия. Спорт стал шоу-бизнесом, индустрией развлечения, коммерческой деятельностью. Поэтому дальше мы рассмотрим киберспорт именно с этой точки зрения. Благодаря своей специфике, компьютерный спорт имеет ряд преимуществ перед другими видами спорта. Например, он не зависит от развития спортивной инфраструктуры в регионе. Ведь для того, чтобы заниматься спортом, человеку нужно не только желание, но и возможности. Как много детей хотели бы заниматься плаванием, но в их городах, селах и деревнях попросту нет бассейна. Сколько ребятишек хочет круглый год играть в хоккей, футбол, баскетбол, заниматься гимнастикой, боевыми искусствами, биатлоном. Но для этого нужны стадионы, залы, спортивные комплексы, которые есть далеко не везде. И неизвестно, когда появятся. И появятся ли вообще. Геймеру же нужен только компьютер и интернет, которые на сегодня есть практически в каждой семье. В каком бы ты ни жил маленьком и отдаленном городе, ты всегда сможешь тренироваться наравне с другими. Твой успех не зависит от того, как освоили бюджет на спорт в твоем регионе. Мы приехали в Хорвачию, я вам клянусь, деревня, деревня. Три. Идея вот такая, три, просто офигительных поля. Два искусственных топа. Пять полей. Ёпан мэн. В деревне хорватской. Подмосковье, Рублевка, 10 минут. Где поле? Ну где оно? А потом вы требуете, приезжаешь в Хорватию, просто в деревушку. Два натуральных, фантастических поля. Почему? Вот вы можете ответить на вопрос? К тому же и соревнования проводить намного проще и дешевле. Ведь все традиционные виды спорта обросли разными федерациями, организациями, над которыми находятся министерства, комитеты с разными регламентами и так далее. В киберспорте же организации, разработчики игр, ставших киберспортивными дисциплинами, организаторы турниров и игроки зачастую сами решают все вопросы. Либо по принципам бизнеса, либо вообще как старые знакомые. Да и чтобы стать киберспортсменом, не надо идти в госучреждения, как-то регистрироваться или получать разряд. Однако, компьютерный спорт зависим от разработчиков игр, ставших дисциплинами. Компания-разработчик в любой момент может посчитать игру неокупаемой и закрыть ее. Если та же FIFA жизненно зависима от футбола, а потому организация заинтересована в его поддержке и развитии, то для разработчиков игр киберспорт – это один из способов продвижения и пиара своего продукта. Говоря же о невероятной популярности киберспорта, стоит заметить, сколько существует всемирно известных киберспортсменов. Знает ли простой обыватель имена Симпл, Дэнди, Сумаил, Нуутейл, Факер? Ведь это наиболее популярные киберспортсмены. Но тот же обыватель точно слышал про Криштиану Роналду, Леонеля Месси, Майка Тайсона, Усейн Болта и Майкла Джордана. Кто-то скажет, что киберспорт – очень молодая дисциплина, и в ней просто не успели сформироваться звезды. Но, например, UFC тоже зарождалась в 90-е, как и киберспорт. И те же Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко известны именно как бойцы смешанных единоборств. Почему же в UFC появились и мирно известные звезды, а в киберспорте нет? Возможно, это связано с тем, что киберспорт рассчитан на довольно узкую аудиторию. Для того, чтобы зрителю было интересно наблюдать за соревнованием, он должен понимать его суть, правила и цель. И если в традиционном спорте все сводится к известному «быстрее, выше, сильнее», то компьютерный спорт представлен разнообразием различных игр со своей спецификой, правилами системы очков. И для того, чтобы зрителю было интересно, он должен сам играть в определенную игру. Помимо этого, стоит признать, что для большинства физическое состязание реальных людей оказывается интереснее, зрелищнее и драматичнее, чем анимация компьютерных моделей. А что же такое киберспорт для вас? Самый революционный спорт 21 века? Или неоправданно раскрученное влечение молодежи, которое не заслуживает называться спортом? Ведь однажды киберспорт уже отменяли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok